Действительно, постижает сиротство, постижает религиозный дух. Потому что религиозный дух – это дух, который приносит в нашу жизнь осуждение и сушняк. То есть он как переводит внимание на тебя. Если Дух Святой наше внимание фокусирует на Боге, на Его силе, на Его власти, на Его способности, на Его любви к нам, на том, что сделал Господь, то дух религии переводит глаза на тебя и на то, что делаешь или не делаешь ты, и как ты это делаешь. То есть он все время фокусирует на дела. А Дух Святой переводит глаза на себя. Он говорит, я твой источник, я твоя жизнь, я твоя сила, я твоя праведность. И вообще вот это вот неотступное такое было переживание, что Господь, Он пробуждает нас, наше внимание к тому, на самом деле, кто мы уже. Он говорит, не кто мы будем, а кто мы уже. Он говорит, я имею с тобой отношение совершенно в другом статусе, а ты все пытаешься достичь этого статуса. Он говорит, а я имею уже с тобой отношение в этом статусе. Потому что иллюзия — это думать, что можно усилиями своими выполнить Божий запрос, Божий стандарт. У нас даже нам в голову претенем, может, высота и стандарт Бога. То есть это вообще настолько запредельные вещи. Смешно думать, что человек может, ну, тем не менее, многие пытаются, но глупо думать, что какие-то наши способности, знания, опыт, связи, что-нибудь может нам помочь. Усилия, да, усилия хоть какие-то, что мы можем оказаться в том месте, куда на самом деле... Раюшка, привет, медиа Гори. Иллюзия — думать, что мы можем усилиями там оказаться. И вот в эту ложь Дух Святой Бомбит. Он хочет разбить наши усилия. Он хочет, чтобы наш день начинался из того места, где Бог уже достиг нас. Он хочет, чтобы наш день начинался с радости, которая приходит от этого абсолютного принятия, которую никто не может отнять. Чтобы вот эта сила приходила, потому что мы так устроены, что нам необходима любовь. Нам необходимо чувство безопасности, которое может дать только любовь. А внутренность наша, она чувствует, что есть какой-то нестандарт. Но мы чувствуем, что мы не соответствуем. Мы все реально не соответствуем. И как бы мы ни старались, самые лучшие люди, они все равно... Это иллюзия. Ты можешь быть по отношению к какому-то суперчеловеку, супермену какому-то. Более-менее так, ничего. Но по отношению к Богу просто смешно. Но мы даже ни к Богу не видел, ни к Су. Ну, то есть, ну, знаете, ты даже не можешь себе представить. Вообще, даже если бы увидел, все равно ты не знаешь его, то есть ты не можешь достичь его стандарта. И вот враг заинтересован, чтобы мы теряли колоссальную энергию на то, что мы уже имеем. Чтобы мы теряли колоссальную энергию на достижение того, что нам дано бесплатно. Что мы уже получили в Боге. Иисус не рассчитывал на нашу праведность и не ожидает от нашей плоти ничего. Никакие наши усилия не... Больше того, они не вороняют. Поэтому вот этот парадокс, в который мы попадаем... Потому что у нас внутри есть какой-то внутренний цензор, правда? То есть мы все равно оцениваем себя. Оцениваем наши поступки. По какому-то, да, по какому-то нашему внутреннему мерилу. Мы думаем... Ну, если мы этого не осознаем, мы все равно это делаем. И вот это мерило, оно мешает Божьей праведности проявиться. Если бы мы начинали свой день с размышления над тем, что нам уже дано и кем мы уже сделаны, он сделал Надю совершенной. Вот он просто взял, выбрал, смотрел, смотрел. Ну, это маленькая, мне нравится. Он же маленькая мне сделала. Конечно. Нравится ему. Маленькая моя. Маленькая моя. Он же запекает. Конечно. Крошка моя. И вот он посмотрел, и вот так вот я ее вот просто блю и делаю совершенно. И это подарок, который идет с логикой нашей, которая выросла от дерева добра и зла, и говорит, твоя хорошесть определяется твоими делами. Если ты дела хорошие не делаешь, значит, ты нехороший. Значит, ты недостойный и не угождаешь мне. Поэтому вот с этой штукой в нашем разуме идет война между Божьим даром, абсолютным Божьим даром и тем, что мы пытаемся заслужить. Почему Павел говорит, я распинаю себя каждый день? Думаем, это вот он потому, что он себя постоянно... Павел, сейчас я тебя тут забью, плод твою. То есть это вопрос веры. Вот каждое утро у нас, у каждого, вот перед нами как два пути. Один путь, он приглашает тебя напрячься. Такой привычный, знаете, там асфальт такой проложен конкретный. Знаете, и другой такой узкий и часто неудобный, такой каменистый. Потому что там еще надо протоптать стропинку, знаете. Это надо сделать еще нормальным путем. Потому что этот путь, он все равно в конечном итоге в твоем разуме, где-то глубоко в твоем сердце и разуме. И там должно... Как знаете, это навык определенный. Вот это мышление праведности, это определенный навык. Каждое утро ты делаешь выбор. Или ты пойдешь, будешь напрягаться, как обычно, или ты пойдешь и сдашься к кресту Иисуса. Ты пойдешь через крест, через то, что Бог достиг тебя. Через то, что ты не пытаешься делами достичь совершенства. Ты уже совершенный. И ты начнешь размышлять над совершенством, которое тебе дано. И ты будешь погружаться в это совершенство. Ты будешь сдаваться, капитулировать, осознавать себя, что ты уже перенесен уже в Царство Света. Ты уже взят из Царства Тьмы. Ты уже приглашен, перенесен. Ты уже там. Ты не просто будешь. И нам надо признать, ребята, нам многие вещи надо прояснить. Церковь многие вещи принимает, как бы хавает вот так все подряд, не осознавая. Мы не понимаем, что... Ну знаете, как бы у нас есть битва с тем, что Бог невидимый. Нам надо это признать, что нелегко, однако, общаться с невидимым. Нам надо признать, что наш мозг, он в состоянии шока. У него куча аргументов против этого. Вот это понятно. Вот это понятно. А вот то непонятно. Если мы не помогаем ему, если мы не даем время, чтобы осмысливать эти вещи, чтобы погружать это в сердце, если мы не падаем, если мы не задаем вопросы, если мы не формируем эту новую дорожку в нашей голове, не помогаем... Понимаете, мозг не был создан, чтобы руководить. Он должен был подчиняться. У него нет способности осознавать вот эти трансцендентные, всякие запредельные, тайные вещи. Он ему легко анализировать то, что его можно вешать в граммах. А то, что такое непонятное, он сталкивается с... У него проблема. С ума сходят. Он с ума сходят. Поэтому безумием названа вера. Потому что она на самом деле безумная. В определенном смысле. Но разум кричит о помощи. И если мы ему не поможем, он начнет применять старые механизмы. И мы будем постоянно в этой борьбе с ним, между собой и собой. Потому что часть меня, она внутри. Она свидетельствует. Она Духе Святом. Она Духом Святым. Слишком много реальностей. Но она же странная. А тут совершенно другой плод ума. У него есть понятная логика. И наш разум нуждается, чтобы каждое утро мы ему дали возможность осмыслить Иисуса. Осмыслить подарок, который нам дам. Осмыслить таким образом, чтобы это упало в наше сердце. Позволить сердцу проговорить какие-то вопросы. Какие-то вот эти вот противоречия, с которыми... Ну, я и ты, мы сталкиваемся каждый наш день. Эти вопросы, они потому встают, чтобы у нас появилась возможность погрузиться еще больше. И дать своему мозгу пищу. Ищу какую-то пищу о Боге. Есть такой простой путь на самом деле. Он говорит, я хочу, чтобы ты вот как можно больше уделял внимание и дал себе прочувствовать то, что ты уже сделан совершенно. Как это, Господь? Как это сделан совершенным, если я еще так много ошибаюсь? Если я столько навалял в своей жизни. Ну, это как это, нелогично. В хорошем для совершенства. Понимаете? Нам надо признавать, что наше сердце, оно в диссонансе, оно в противоречии. И тогда Господь, Он начинает Духом Святым открывать. Если ты поднимешь свои настоящие вопросы, ты получишь настоящие Божьи ответы. И Божий ответ придет прямо в твое сердце и глубоко, и коснется конкретно вот того места, которое сигнализирует. Потому что Господь заинтересован в том, чтобы мы поняли. Он заинтересован, чтобы дать нам наш персональный ответ. Мы не приходим к какой-то стене плача. Мы приходим к Богу, к Сиону. Понимаете? К престолу благодати. Благодать, которая ждет приходящего, чтобы дать благодать. С одной стороны, мы как верующие обладаем просто потрясающим богатством. Потрясающим богатством. Доступом к таким тайнам. Не видел глаз, не слышал ухо. А нам открыто это Духом Святым. Мы на самом деле богаче всех богачей. Но с другой стороны, если мы не распоряжаемся этим богатством, если мы не включаем свой мозг, не участвуем осознанно, не задаем вопросы. Потому что надо признать, мы на пути к освоению этого богатства и наследства сталкиваемся с текущими вопросами. Потому что, извините, легко верить в видимое. Но верить в невидимое намного труднее. Понимаете? Иметь дело с видимыми вещами, с измеримыми вещами, привычно, понятно. Но либо твоя вера будет ограниченной и будет как бы верой, ну такое, знаете, такое развлечение такое. А мозги выключены. Либо мозги включатся и начнут анализировать и соглашаться с твоей верой. И тогда целостность. Потому что ты сотворен целостным. Диаболу очень выгодно вырубить мозги. Очень выгодно. Потому что мы качаем Дух. Мы качаем Дух. Мы чувствуем, мы переживаем какие-то вещи. Другие качают мозги без Духа. Качают знания, знания, знания. Дух Святой сегодня это обличал. Он сказал, дело в том, что коробочка наша, она не может познать тайны. Потому что тайны — это откровение, это Дух. Это века, это внутри. Ты просто знаешь, чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Есть вещи, которые просто, тебе надо просто, ты не понимаешь их, но ты просто чувствуешь добро. Или, например, зло. Он говорит, все, пока достаточно. У тебя уже чувства навыкам приучены к развлечению. Мы не поймем всего, но анализировать, мы должны быть включены в осознанность. Время осознавать. Дух Святой мне сегодня утром напомнил, я не помню, может быть, это у хантеров. Кто когда-то читал книгу хантеров, можете сказать, я ошибаюсь или я права, что в конце там было видение о великане, связанном. Кто-то читал книгу «Осцеление хантеров» когда-то? Ну, не знаю. Ну, короче, это видение, по-моему, я у двух разных людей прочитала это видение, они практически, почти одинаково его увидели. У Шаповалова есть, по-моему. У кого? У Шаповалова. Вот, У Шаповалова, да. У Шаповалова, да. Вот. Но до этого, это давнее, уже где-то в 70-х годах, по-моему, уже в 60-х, кто-то увидел это видение, очень яркое. И это был великан, который лежал на земле, на глобусе, ну, как-то он там лежал, такой большой-большой. И это была церковь, это было тело Христа. И оно было связано маленькими веревочками, маленькими, как ниточки, все тело, все тело было связано. И он не мог встать. Это как в сказке о Гульвере. Он просто не мог встать. Хотя веревочки были смешные, но их было так много, что он не мог подняться. И потом он начал просыпаться, он спал. И потом он начал просыпаться, как Бог начал его пробуждать. И когда он проснулся, он увидел, что то, что его держит, это все фигня. И он начал подниматься. И когда он поднялся, он был просто выше неба. То есть настолько огромный. И я помню, когда мы приехали в Лейкланд, когда было пробуждение в Лейкланде, и там одна из тем была, пророчески пели о пробуждении великана. Они пели о пробуждении великана. И вот сегодня я размышляла утром о том, что такое пробуждение великана. Потому что картина сама, она была такого рода, что там именно, как это, символ сна. Что такое сон? Сон — это отключенное сознание. Когда мы спим, работает подсознание. Да? Работает эмоциональная сфера, там подсознание, что-то нам оттуда коснется. Но мозги, логика наша, она в этот момент как выключается. И ты оказываешься как бы в другой реальности. То есть ты теряешь контакт с текущей реальностью. Да? Так вот, что я увидела? Что мне Дух Святой стал говорить? Что он делает в эти дни? Дух Святой приходит для того, чтобы судить отца лжи. Он судит лжеца. Бог приходит для того, чтобы серьезно разоблачить ложь. Потому что лжи есть инструмент врага. Для того, чтобы нас заблокировать, чтобы нас выключить. Чтобы тело Христа потеряло способность объективно мыслить. Чтобы оно перестало включать свой мозг для духовных вещей. Для того, чтобы анализировать вещи Духа. И Господь сейчас, Он пробуждает наш разум к осознанности. Тело Христа, когда оно включится, когда тело Христа придет в осознанность того, чем оно обладает и кем оно является. И войдет в осознанность о Боге, кто есть Бог. Через Дух Откровения, через движение вообще в теле, то, что Бог сейчас делает. Мы увидим ту самую невесту, мы увидим то самое тело, которое великан. То есть, иными словами, сила этого великана была несравненно большая, чем то, что его удерживал. Несравненно большее. Так и мы, каждый из нас, мы как великаны. И мы связаны просто ложью, маленькими вещами, которые мы не осознаем. Когда мы начинаем их осознавать, когда мы начинаем их для себя прояснять, задавать вопросы себе, Богу, просто задумываться, не просто, знаете, автоматом, буром, переть просто, в Духе просто двигаясь. Понятное дело, мы двигаемся в Духе, аллилуйя, слава Богу, я за то, чтобы двигаться в Духе. Но есть многие вещи, которые просто нас выключили. Нас просто выключили. Ты должен или принимать все тупо на веру, даже если не веришь, все равно принимать должен. Либо вообще не думать. Просто двигаться так, я в Духе, духовном. Духовку включили, движемся. Бог хочет, чтобы мы включились, чтобы мы активировались, чтобы мы соединились сами с собой и с Богом через осознанность. Аллилуйя. Praise love Jesus. Praise God. Praise mighty Holy Ghost. Поэтому, вот, когда эта истина приходит о том, что ты сделан Богом совершенным, не анализируй это, а как это так, это соответствует моему внешнему виду, например, или там моим поступкам каким-то. Это не связано с этим, это связано с тем, что Он сказал о тебе, с тем, как Он смотрит на тебя. Это таинство. Это таинство. Но тогда включись и осознай это таинство. И ты позволишь Духу Святому взять тебя вот в этот танец, в этот дом пира, в это место безопасности. Потому что Он уже, ты перестанешь доказывать себе и религиозному духу, что ты имеешь право туда заходить. Потому что это вообще уже не вопрос. Когда, как вы сфере, помните, Он посмотрел на нее, и Он указал на нее с благоволением. Царь с благоволением на тебя смотрит. А как же мои поступки, как же моя жизнь? Царь с благоволением на тебя смотрит. Он сказал, достаточно моего благоволения, достаточно моей крови, достаточно того, что я говорю о тебе. Потому что хитрость в том Что ты думаешь о себе Так ты себя и ведешь Что ты думаешь о себе Так ты себя и ведешь Когда ты думаешь о себе по-другому Ты, естественно, будешь любить Ты, естественно, будешь щедрым Ты, естественно, будешь не бояться Это все естественные вещи Это наша природа И точка Holy God, Jesus Хочу помолиться вместе с вами. Praise my God. Praise my God, Jesus Lord. Дух Святой, мы приглашаем тебя в эту сферу. Везде, где еще есть работа о том, чтобы ложь, которая держала нас и не давала нам как войти к Царю. Не давала нам общаться с тобой в этом подайном данном нам тобой статусе. Где мы не просто умоляем тебя, и поэтому мы с тобой общаемся по горизонтали. И не там, где мы на тебя смотрим, и ты на нас высока. Но когда мы, понимая, что ты нас возвысил, что ты сам нас приблизил, мы через почтение к твоей высоте, через почтение к твоему величию. Мы просто восхищены, восхищены тобой, восхищены твоей премудростью, восхищены твоим величием. Восхищены твоим милосердием, твоей жертвенностью. Praise Lord Jesus. Твоей мудростью, которая выше всякой мудрости человеческой. Как ты обошел все планы врага, как ты решил все буквально сам. Holy God, Jesus. Что враг просто гавкает, а его не слышно. Он безмолвно гавкает, а ты его не слышишь. Praise God, Jesus. Ты не слышишь ничего, что враг говорит плохого о нас. Вообще не слышишь. Praise my Jesus, Lord. И ты так хочешь, чтобы мы тоже не слышали. Бог так хочет, чтобы мы тоже не слышали ложь врага о нас. Holy God, Holy God, Praise God. So my God, Jesus. Holy, Holy, Holy. Praise my Jesus, praise my Jesus. Praise my God, praise my God. Я слышу слово просто. Есть также ложь, которая говорит, что это какое-то что-то сложное. И сильно-сильно надо как-то до этого дойти, додуматься. Это ложь. Бог говорит, я уже это сделал. Я уже с тобой, я здесь. Holy, Praise God, Jesus. Ничего не разделяет меня и тебя абсолютно так. Praise my God, Jesus. Мать и Господь, и ты угодил мне. Praise my Father, so sick. Praise my body, body's gaze, my joy. Можешь покоиться на моих руках. Praise my love, Jesus. Можешь покоиться на моих руках. Praise my God. Oh my God. Успокойся. Praise Lord Jesus. Не торопись, не суетись. Praise Jesus, God. Oh my God. Praise Lord Jesus. Praise Lord Jesus. Praise Lord God. Просто. Я слышу опять слово просто. Кто-то верит в сложность. Кто-то верит и напрягается за это. Он говорит, я сделал все очень просто. Простым. Совершенно простым. Oh my God. Моя простота достигла тебя. Моя простота достигла тебя. Jesus, God of hope. Oh my God, Jesus, Lord. My God, Jesus, Lord. My Father. Oh my God. Не гад чесе, что я так просто си сделал. Praise my God. Praise my God, this Lord Jesus. So my God. So my God. Praise, praise, praise. Praise God Jesus. Holy, 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 holy. Praise God Jesus. Praise God Jesus. So my Father, Son. I say praise, love, Jesus, God. I believe, God be praise, God be praise. Loving heart Jesus. Go, shift my God. This soul pray, die for. I love joy. So, 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 holy. So, so, so mighty. Oh my God is love. My God is love. My God is love. My God is love. My Jesus is love. My Jesus is Lord. My Jesus is Lord. My Jesus is Lord. My Jesus is Lord. Holy, holy, holy. Потрясающие изменения грядут. Потрясающие изменения грядут в тело Христа. Потрясающие. Просто, просто потрясающие. В прямом смысле. Бог собирается серьезно потрясать. Серьезно потрясать. Потому что многое надо вытрясать. Многое надо вытрясать. Praise my joy. Praise my God. Praise my Lord. Но это хорошо. Praise Lord Jesus. Praise Lord God. Praise Lord Father, Son. Mighty God. Mighty Lord. Shout, shout, Lord Jesus. Время сыновей и дочерей. Время сыновей и дочерей. So, we praise you, Father, Son. Время, время власти. Власти сыновей и дочерей. Власти сыновей и дочерей. So, my God. Jesus come. И ты растешь во власти. Я сейчас кому-то говорю. Ты чувствуешь, что есть борьба в твоей жизни. Это потому что ты растешь во власти. Потому что ты растешь во власти. Praise my Jesus God is Lord my God. Jesus pray. Holy God is Lord Jesus. Father, Son, Father, Lord, Father God. Поэтому не бойся. Не бойся. Я помогаю тебе. Ты растешь во власти. Ты растешь во власти. Я готовлю тебя. Say praise God Jesus. К определенным вещам. Praise my Father, 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 Lord Jesus. Я даю крепость твоему голосу. Я даю крепость твоему голосу. И поэтому есть определенное испытание, определенная теснота. Потому что ты растешь во власти. Ты растешь во власти. Ты растешь во власти. Ты готовишься. Ты готовишься. Ты готовишься. Ты готовишься. Ты готовишься. Ты готовишься со мной. Ты готовишься. Praise Lord Jesus. I say, my God. Это не для твоего разрушения, он говорит, что что-то тебя разрушает, но это не для меня, он говорит, это не для разрушения, это для того, чтобы поднять тебя в области. То, что внутри тебя распирает, и тебе так неудобно, это я, поднимающийся во власти, это я, поднимающийся во власти. Если вы чувствуете, что это к вам слово, я хочу помолиться сейчас. Я хочу, чтобы вы вышли и подошли ко мне. Если вы чувствуете, что это к вам слово, я хочу сейчас помолиться. Продолжение следует...